Это Соник. Вы наверняка его знаете. Свободолюбивый синий ёжик, что проносится по миру на сверхзвуковой скорости и никогда не унывает. А это Шэдоу. Мрачный темный ёжик с трагичным прошлым. Эти ежи такие разные. Как кто-то вообще может их путать друг с другом? Так? Всем привет! С вами Дайка, и вы наверняка встречали... Или же сами были тем, кто находит один из конфликтов в Соник Адвенчар 2 глупым и нелогичным. То, что на протяжении всей истории Шэдоу путали с Соником. Мол, они же совсем не похожи. Все вокруг резко ослепли. Так давайте же разберёмся, действительно ли в реалиях сюжета СА-2 это не имеет смысла. Или всё же имеет. Стоит сразу сказать, что эта тема уже была объяснена на канале Ruby of Blue в очень качественном разборе сюжета СА-2. Поэтому часть информации будет позаимствована оттуда, с целью осветить эту тему в русскоязычном комьюнити. И естественно ссылаясь на источник. Также не будет подниматься тема Эми, путающей Соника с другими ежами на протяжении серии. Потому что это не более чем гэг, который слишком сильно воспринимают всерьёз. История Соник Адвенчар 2 начинается с того, что Соника схватила правительство. За что, нам пока неизвестно. А немногим позже мы встречаемся с загадочным чёрным ежом, которого ранее никогда не видели. Тут Соник понимает, что его схватили по подозрениям в совершении преступлений, которому причастен не он, а этот еж. Тут-то и начинаются все бугурты. Ну как можно было подумать, что это Соник? Можно. Прежде чем разобрать этот случай в реалиях игры, проведем небольшой социальный эксперимент. Что будет, если показать Шэдоу кому-то, не разбирающемуся во вселенной Соника, но знающего, как выглядит сам Соник? С огромной вероятностью вы услышите в ответ что-то вроде «это Соник» или «брат Соника». Даже я сама, впервые увидев Шэдоу, думала, что он либо какая-то копия Соника, либо тёмная версия, либо брат. Так что же это получается? Люди не видят элементарной разницы между персонажем, которого знают и которого впервые видят? Неужели они настолько глупы? Разницу там, может, и видят. Но помимо неё есть также и сходство. Взять хоть то, что они оба ежи. У обоих есть перчатки, огромные ботинки, длинные иголки, вырез глаз плюс-минус одинаковый. Да даже если ставить Соника бок о бок с уже имеющимися на тот момент во франшизе персонажами, вы вряд ли найдёте много общего в их дизайнах. Но вот общие черты Соника и Шэдоу будут очень сильно бросаться в глаза. Поэтому незнающий человек легко посчитает, что они как-то друг с другом связаны. Или и вовсе являются одним и тем же персонажем. Вот перепутай Соника с каким-нибудь крокодилом, тогда уже реально был бы полный брух. Возвращаемся к игре. Так почему Соника перепутали с Шэдоу? На самом деле причина даже не одна. Во-первых, силуэт. Это причина, по которой в частности Соника и Шэдоу перепутали Эггман и Эми. Силуэты Соника и Шэдоу не шибко отличаются друг от друга. Также учитываем освещение и первое впечатление. Персонажи увидели знакомый силуэт вдалеке, но быстро поняли, что обознались. Думаю, такая ситуация знакома каждому. Во-вторых, контекст. Это очень важная штука, о которой не стоит забывать. Контекст в этой истории такой. Все происходит после событий первого адвенчера. В той игре люди знали только двух антропоморфных ежей. Соника и Эми. Конечно, другие ежи вполне могут быть где-то еще. В других городах или на других материках. Но учитывать это бессмысленно, так как в контексте самих историй этого не говорится. Есть Эми. Обычная горожанка. А есть Соник. Сверхзвуковой еж, проносящийся по округе время от времени. Большего учитывать и не нужно. Во втором адвенчере какой-то быстрый еж пройдет изумруд. Скольких быстрых ежей знают люди? До сих пор одного. Быстрый. Ежик. Значит, Соник. Что там по поводу цвета? Ну, ребят. Опять же, учитываем несколько факторов. Время суток. На улице была ночь. Также не стоит забывать о его скорости. Быстро пробежавший мимо каких-то зевак еж. Да еще и посреди ночи. Ни времени, ни особой возможности разглядеть его не было. Поэтому сразу подумают на Соника. В-третьих, Соник может менять цвет шерсти. Или вы забыли. Суперформа, которую видели без малого сотни человек. Если этот черт способен менять шерсть с синей на золотую, то кто сказал, что он не может окраситься в другой цвет? И последнее. Репортерам и... или полицейским просто доносили слова свидетелей. А что видели или слышали те самые свидетели, уже было сказано выше. Получается обычное сарафанное радио. Переварив все эти высказывания, вы можете взглянуть на всю ситуацию под другим углом. И решить раз и навсегда, была ли путаница Соника Шэдоу оправданной в контексте самой истории, или же нет. Вот такое короткое видео вышло. Надеюсь, вам было интересно послушать. Можете оставить комментарий со своими мыслями. Также не забывайте про подписку, лайки, репосты. Ведь даже небольшая поддержка от вас дорогого стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова